Дэвид Хэгберг Терминатор 3 Логан пролез через разбитое окно и поставил фельдшерский чемодан рядом с пострадавшим, который находился без сознания и, похоже, не дышал. Его напарник Эрик Краус стоял за спиной. Боллинджер присел на колени перед человеком и коснулся сонной артерии. На теле не было ни крови, ни видимой травмы, но оно ощущалось жестким, как доска. Пульса нет, констатировал он. Краус подошел к жертве с другой стороны и достал хирургические перчатки. Вскрыл пластиковую обертку и вытащил маску для искусственной вентиляции легких. Переверни-ка его. Боллинджер взял мужчину за плечо и попытался перевернуть на спину, но не сдвинул и на миллиметр. Тот одеревенел. Какой-то паралич или уже наступило трупное окоченение. Он мог находиться здесь еще до взрыва. Не могу, пожаловался Боллинджер. Этот парень весит тонну. ТИКС закрыла капот перепрограммированной кареты скорой помощи. По мотору пробегала голубая дымка. Пламя полностью охватило ветеринарную клинику. Медработники выкатили на каталке тело женщины. Полицейских озаботили огнестрельные раны на ее груди. Вскоре они перегородят улицу и начнут опрашивать свидетелей. ТИКС не волновалась, что это ей помешает, но может немного замедлить ее миссию. А время дорого. Каждая минута после отъезда Джона Коннора делала его поиск и устранение более проблематичными. ТИКС оценивала шансы поймать его, основываясь на постоянно расширяющихся временных рамках, дающих ему выбор. И с учетом преследования себя властями, ей стоило тронуться в путь. Она подошла к очередной оставшейся без присмотра патрульной машине. Открыла капот и перепрограммировала бортовой компьютер, топливную систему, зажигание, усилитель руля и автоматическую тормозную систему. Затем перепрограммировала еще одну из полудюжины машин скорой помощи, прибывших на место пожара, поскольку ожидалось большое число пострадавших. Патрульные машины и кареты скорой можно остановить при помощи обычных автомобилей полиции. Ей же нужно что-нибудь солидное, нечто настолько массивное, чтобы никто не смог остановить и не возникла необходимость искать другое средство передвижения. Она просканировала транспортные средства в непосредственной близости. Ее взгляд остановился на огромном автокране на стоянке за забором компании, сдающей технику в аренду. Слово «чемпион», написанное синей краской, пересекало желтую телескопическую стрелу, покоящуюся на кабине громадного синего грузовика. Т-Х проверила файл на машину. Гидравлический автокран весом более 50 тонн, способный развить скорость 80 км в час. Достаточно быстро, чтобы полицейские не смогли остановить. Она обогнула ряды машин аварийных служб и быстро направилась к служебным воротам огороженной площадки. Полицейские старались сдерживать толпу, а пожарные все внимания сосредоточили на борьбе с неукротимым пожаром. Никто не заметил, как Т-Х свернула замок и проскользнула внутрь. На огороженной площадке еще не рассеялась темнота, поэтому ее никто не заметил и не окликнул. Она провела пальцем по огромному переднему бамперу грузовика. На ее внутреннем дисплее высветились его электронные и механические схемы и схема управления краном. Движение осуществлялось из передней кабины, как в обычных грузовиках. Но кран управлялся с компьютерной панели, расположенной в задней части. Она поднялась на платформу управления краном и несколько секунд изучала педали, рычаги и индикаторы, зафиксировав соответствие со схемой на своем дисплее. Просверлив крошечное отверстие прямо в панели управления, она передала поток данных со своей системы в компьютер крана. Она вынула зонт передачи данных и нежно-голубая дымка заволокла элементы управления краном, словно подсвеченный синим неоном маленький туман. Светала ТИКС слезла с крана и поднялась за руль грузовика. Она изучила элементы управления, не сильно отличавшиеся от других машин, за исключением рычага переключения передач. Вызвала две картинки на свой внутренний дисплей. Слева расположилась карта прилегающей местности, а справа четыре ряда символов. Два контролировали пару перепрограммированных карет скорой помощи, а еще два – пару патрульных машин. При помощи контролируемого скайнетом военного спутника связи, находящегося на геостационарной орбите, на высоте 36 тысяч километров над Тихим океаном, она на ультравысоких частотах связалась с каждым из транспортных средств. Просверлила рулевую колонку, рядом с замком зажигания, передала несколько сотен байт данных, и двигатель взревел. Одновременно завелись двигатели патрульных и скорых, и они тронули из места. Внезапно глаза Терминатора открылись, и Логан Боллинджер и Эрик Раус попятились от удивления. Парень был мертв. А теперь ужил. Они, конечно, слышали о таких случаях, но видели впервые. «Я должен идти», – отчеканил Терминатор. Он сел, поправил очки, поднялся на ноги и покинул магазинчик, оставив фельдшеров стоять с отвисшими челюстями. На улице он поднял ружье и оценил текущую обстановку. Полиции и пожарные занимались своими делами, как и фельдшеры, выбегающие из клиники с ранеными и больными животными на руках. За полицейскими барьерами собралась толпа, но никаких признаков присутствия Джона Коннора, Кейт Брустер и Тейкс. Оставалось найти либо их, либо Тейкс. И вдруг это произошло. Две патрульные машины и пара карет скорой помощи внезапно завелись и рванули в сторону, куда уехал Джон на фургоне. А за рулем – никого. Полицейских и пожарных отбросило в сторону. Один из патрульных запрыгнул в машину и отчаянно попытался схватить руль, но вывалился на повороте. Бортовые сенсоры терминатора сразу определили сигналы нисходящей спутниковой линии связи с четырьмя автомобилями спецслужб, но определить источник, передающий сигналы на спутник, он не смог. Взревел мощнейший дизельный двигатель, и терминатор резко обернулся на звук, увидев врезающийся в сетчатый забор огромный автокран-чемпион. Он направлялся вслед за патрульными машинами и скорыми. Полицейские и пожарные бросились в рассыпную, спеша убраться с пути. Несмотря на возрастающую скорость, терминатор успел заметить ТХ за рулем. Он понял, что та отправила машины вперед с целью разведывания местоположения Джона Коннора и Кейт Брустер, а сам он устроит слежку за ней. Терминатор встал в статуе посреди дороги и увидел выруливающего из-за угла пожарной машины полицейского на мотоцикле. Тот попытался избежать столкновения, но терминатор схватил руль мотоцикла и отбросил полицейского как пушинку. «Я поведу», — равнодушно бросил он скользящему на спине по асфальту офицеру. Мотоцикл марки «Индиан» с ветровым стеклом и дефлектором, способный развивать скорость в 200 км в час. То, что доктор прописал. Легким движением терминатор закрепил дробовик на стойке седла, прыгнул на сидение, выкрутил газ и переключил передачу. Мотоцикл взлетел с места как пушечное ядро, когда автокран, постепенно набирая скорость, неуклюже поворачивал за угол в конце квартала.